Когда изучаешь тему партнерства, помните историю, когда Давид со своими людьми вернулся в город, где они жили, и они поняли, что было совершено нападение. Все их семьи исчезли, все их имущество исчезло, все, чем они владели, им пришлось забрать то, что у них осталось из имущества, из продовольствия, а в те дни, конечно, еще не было машин, грузовичков и тому подобного, у них были валы, и пришлось гнать целое стадо, им пришлось взять это с собой. И они плакали до тех пор, пока уже больше не было сил плакать. И вы должны помнить, Давид знал, как действовать в благословении Авраамову. Он призвал его. Он был в завете с Богом. Он стоял на своих правах по завету. Именно так он, Давид, победил Голиафа. Помните, недавно Глория проповедовала об этом. Давид знал, кем он был. Когда он кричал на Голиафа, он называл его «необрезанным филистимлянином». Иначе говоря, «У тебя нет завета, и ты ничем не отличаешься от льва и медведя. Я убил их, я убью и тебя. Я сниму твою голову с плеч твоих и скормлю птицам небесным». Все это Давид говорил верой. Он учился этому. И тогда они прошли долгий путь, чтобы догнать своих противников. Дух Святой открыл им, где они были. Не одним способом. И они преследовали их, и они настигли их, когда те расположились с лагерем на другой стороне реки. У них был очень тяжелый переход, и к тому времени некоторые из этих людей уже физически не могли перебраться через ту реку. И тогда Давид сказал, «Вы оставайтесь тут, присматривайте за нашим имуществом, которое мы здесь оставляем, позаботьтесь о всем этом, охраняйте это, присматривайте за этим, позаботьтесь о тыле, а мы переправимся через реку». Они так и сделали. И вы знаете, что произошло? Они напали на них и вернули все. Все до последнего, и даже более того. И вот, когда они начали делить добычу, среди воинов Давида были некоторые язычники. Они сказали, «Мы не отдадим ничего из своей добычи тем, кто оставался на той стороне реки, в тылу, в безопасности, пока мы там сражались». Наши жизни были в опасности, и мы не собираемся делиться ничем с ними из нашей добычи. Разве не так думает этот мир? Даже многие люди в церкви так думают. Но хочу вам сказать, что это генетически измененная Библия, так сказать. Генетически измененная Библия. Что произошло? Давид сказал им, «Нет, братья мои». И Библия называет тех людей злыми. От этого слова в английском языке произошло слово, означающее «перекрученный», означающее «лазу для плетения». Их мышление было искажено. И Давид сказал «нет». Те, кто оставались при обозе, были ли они в абсолютной безопасности? Нет. Кто сказал, что они были? Вы же знаете, что там было в лесах. То, что у них не хватило сил перебраться через реку, не означает, что они там лежали и спали все то время. Они были ответственными за то, что им оставили. Если бы кто-то ворвался туда и забрал то, что у них было, а это было все пропитание, которое у них тогда было, весь провиант, то, что они оставили по ту сторону реки. То есть, это не означает, что им нечего было делать. Это не означает, что Дух Божий не действовал в них так же, как и в остальных. И поэтому Давид сказал «нет». Мы победили только благодаря тому, что Бог дал нам победу. Бог благословил нас и помог в нашем преследовании. Он помог нам настичь наших врагов. Он помог нам переправиться через реку. И Бог отдал это имущество назад в наши руки. И Давид сказал «мы разделим это поровну между теми, кто участвовал в битве и теми, кто оставался сторожить все имущество по эту сторону реки». И сказано, что это было установлено как закон Божий. Это и есть партнерство. Это партнерство. Вы не ездили в Африку. Вы не сидели с Рейхардом и Яни Бонке в крошечной комнатушке за палаткой, когда сходило помазание и происходили все эти вещи. Но все же вы там были. Как, по вашему мнению, мы туда попали? Я же не работал две недели, пытаясь заработать достаточно денег на билет на самолет в Южную Африку. Откуда, по-вашему, у меня одежда? Ну, я думал, она появилась благодаря вашей вере. «Да, Бог мой источник». Нет много источников. Есть лишь один источник. И вы слышали, как об этом проповедовал брат Джерри Савелл. Скажу, это держало меня в приподнятом настроении весь вчерашний вечер. Он сказал, что это так и будет. Так и было. Он постоянно думал об этом. Бог источник всех милости, всей благодати. О, я был в восторге. Слава Богу. Но теперь задумайтесь над следующим. Есть лишь один источник, Бог, но у Него много каналов. Один источник – много рук, много веры, много людей. Если взять нас вместе, мы кое-что значим. Знаете, как однажды Дух Божий назвал нас с вами? Он сказал это нам с «Глория однажды» на одной из передач. «Самой большой группировкой в мире». Вот кто мы. И нас уже миллион партнеров. Слава Богу. Я сказал вам все это вот для чего. Вот какой принцип стоит за всем этим. И это самое главное. Тот, кто проповедует Слово Божье, или тот, кто купил топливо, чтобы этот проповедник мог приехать, или тот, кто купил для проповедника одежду для проповеди, тот, кто записывает проповедь, тот, кто это делает. Что? Мы задействованы все вместе. И Бог нелицеприятен. Вы получаете за это такую же награду, что и я. Я это проповедую. Вы меня выслали на проповедь. Аминь. Вот как это действует. Поэтому за последние 42 года вы завоевали 66 миллионов душ для Царства Божьего через миссию Каната Копланда. Аминь. Слава Богу. Я хочу, чтобы это было у вас не только на партнерских служениях. Примите это к сердцу. Станьте благодарными Богу, поскольку, когда вы попадете на небеса, там на вашем имени будет записано по крайней мере 66 миллионов душ. Аллилуйя. И в этом зале есть партнеры, которые посеяли финансы, чтобы другие из наших партнеров имели такую жизнь и служение. Аминь. Аллилуйя. Божья система наград огромна и разнообразна. Перед самым приездом сюда, на конференцию верующих, я сел писать свое партнерское письмо. Я всегда об этом молюсь. И за все эти годы происходило много интересных вещей. Господь разными способами помогал мне с написанием письма. Многое показывая мне. Я никогда не подсчитывал, но скажу это так. По крайней мере, 90%, а может быть и больше, но как минимум 90%, того, что я проповедую на собраниях, берет начало в молитвах о партнерских письмах. Я писал это партнерское письмо. Я знал, что это письмо суперсильное. Фактически, каждое письмо лучшее из тех, которые я когда-либо написал. «Но это письмо действительно такое, поскольку оно все очень послужило мне». И Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты написал в этом письме то, что я показал тебе в прошлом, и как ты поступал давным-давно, и сколько ты всего извлек для своего физического тела». Я ответил, «Хорошо». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты провел их через все действия, чтобы они поверили Слову Божьему и применили его, так, как я учил тебя много лет назад». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты послужил примером и показал им, как это сделать». И я сказал, «Хорошо». Итак, 11 глава Евангелия от Марка. Мы уже заложили основание, на котором мы стоим, о том, что нужно быть исполнителями Слова Божьего, а не только слушателями. И нельзя быть только исполнителями Слова Божьего, нужно быть и слушателями. Итак, нужно и слышать, и исполнять. И вера не приходит только от того, что ты услышал. Вера, от слышания, 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 действия, 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 от говорения, 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 говорения. Это постоянный образ жизни. Сколько из вас сегодня ели завтрак? О, я сегодня хорошо позавтракал. А кто из вас завтракал вчера? Зачем же вы сегодня завтракали? Я думал, вы уже позавтракали. Но недостаточно просто помнить о том, что у вас было, не так ли? И также недостаточно просто помнить о написанном в Библии. Вы должны направлять на нее свой взгляд. Но она не будет вас питать до тех пор, пока вы не будете говорить, что в ней. Вот в чем ключ. Иисус сказал, что заботитесь и говорите. И затем Он сказал, не заботьтесь и не говорите. Не допускайте, чтобы это слетало с ваших уст. Если вы допустили, вам придется иметь с этим дело. Потому что когда вы начинаете это говорить, это пускает корни. И скажу вот что. Еще легче петь, чем говорить. Как мы уже говорили, вы можете использовать это как в свою пользу, так и против себя. Можно и в песнях петь слова неверия. И говорю вам, это пустит в вас корни. И вы даже не будете знать, что это есть вас. А вся причина в том, что вы не прислушиваетесь к тому, что вы поете. Вы можете сидеть и что-то делать. Ваш ум полностью занят чем-то другим. И ваша нога отбивает такт с музыкой, которая играет. Вы этого не сознаете. Но кто-то накачивает вас неверием. О, бедные мы. Устало бредем в жару и холод. Больные, благоразумные, несчастные. Разоренные, отверженные, печальные. Начали свой путь ради Иисуса. Я потерял все, что имел. Итак, вы готовы? Да. Аминь. Слава Богу. Я сейчас проведу вас, как я уже сказал, через весь процесс. Позвольте, я напомню вам. Прошло 24 часа с того момента, как Иисус проговорил к той смоковнице в 11 главе Евангелия от Марка. В 11 стихе написано, «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12». Это важно. Это чрезвычайно важная информация. Так как мы должны поступать так, как поступал Иисус, поскольку это Его слова. И вот ключ. Мы вкладываем Его слова в свои уста, а затем мы вкладываем Его слова, исполненные нашей верой, которая пришла от Его слов, в свой дух. И затем возвращаем Его из своих уст. И это все еще Его слово. Он поддерживает свое слово согласно 1 стиху 3 главы послания к евреям. От людей можно услышать. Я просто не понимаю, какая разница, что я говорю. А какая разница, поддержит это Иисус или нет? Думаю, разница есть. Иисус поддерживает это. Поэтому не говорите ничего, кроме этого. Но процесс в том, что вы вкладываете это в свои глаза и в свои уши. Когда вы это говорите, когда вы это говорите, вы это слышите. Это снова попадает в ваши уши, снова в ваш дух, затем снова поднимается и исходит из вашего духа. И пока это не станет верой, вы, говоря, думаете об этом, задумываетесь об этом. Но, говоря и думая об этом, вы изменяете свой образ мышления. А теперь послушайте очень внимательно. Мы не можем продолжить, пока вы это не поймете. Мы даже не можем перейти к следующему пункту, поскольку я буду на одной странице, а вы на другой. Помните 55 главу книги Исаии? «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И затем он говорит, «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, совершает то, для чего я послал его». Оно прорастет внутри вас, оно вырастет внутри вас. Зачем? Да, ставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и дообратится к Господу. И так есть целый процесс всего этого. Мы уже узнали, что Иисус сказал, что вы заботитесь и говорите. То есть вы думаете. Говорю вам, это очень важно. Вы должны постоянно это помнить. Каждый раз, когда вы открываете свои уста, вам нужно это помнить. Я даже не могу больше цитировать эти места Писания, не говоря вам об этом. И у меня нет времени объяснять это. Вы размышляете над этим. Это просто. Это проходит и доходит до вас, как естественная физическая боль. Я не говорю сейчас о душевной боли. То же самое происходит и в этом случае. Но я сейчас говорю об обычной боли, которую вы чувствуете при травме или что-то в этом роде. Физическая боль появляется в мыслительной сфере. Именно так привлекается внимание тела, что что-то не в порядке. Сигнал попадает в ваш мозг. Сигнал. Больно. Боль. Так вы узнаете об этом. Если ваш бодрствующий разум усыпить, может быть и больно, но вы не будете об этом знать. Но когда возникает боль, она вас пробуждает. Это та же самая сфера. Это не совсем мысли. Но все это происходит в той же сфере. И с этим также можно справиться. Не принимайте боль, говоря не и крича, извиваясь и дергаясь так, чтобы обязательно кто-то знал, что вам больно. Потому что, поступая так, вы добиваетесь согласия. Согласие. Если двое из вас согласятся на земле о всяком деле, и так это укореняется и начинает расти как сорняк. Жаль, что у меня нет времени, чтобы поговорить об этом подробно. Мы должны сосредоточиться на нашей теме. Так как же происходит процесс изменения вашего образа мышления? Вы получаете свой образ мышления от своих родителей. А затем он развивается. В зависимости от того, развивается он в вере, в страхе, или еще в чем-то. Именно тогда ваш образ мышления начинает развиваться. Но как мы думаем об этом? Как, например, вы думаете о богатстве? О, у нас его точно никогда не будет. Мы просто бедные, и мы гордимся этим. Это абсолютно плотской подход. Противоречащий Слову Божьему. Когда кричат «Бедный, нищий!» Я не отвечаю. Раньше я реагировал. Я считал, что у меня есть какая-то планка выше которой я никогда не смогу перепрыгнуть. Вы говорите и думаете. Думаете и говорите. И так далее. И дьявол держит вас за ухо, а Бог не может пробиться к вашим самым сокровенным мыслям. Как же изменить это? Обратитесь к Слову Божьему. Примите Божьи мысли и говорите их. Говорите. Еще ничего не произошло. Вы могли прочитать слова, значения которых вы даже и не знаете. Вы могли говорить их, но это пока еще ничего не значит. Но возьмите его мысли. Думайте ими и говорите их. Читайте их, говорите их, выберите это. Примите решение. Примите решение. Я принимаю эту мысль и говорю ее. Ранами его вы исцелились. Я беру эту мысль. О, нет, нет, нет. Мне не нужна эта мысль. Нет, я ее не принимаю. Я обращусь к Библии и приму ту мысль. Я беру эту мысль. Я говорю ее. Беру эту мысль и говорю ее. Беру эту мысль и говорю ее. Для этого требуется дисциплина. Но что вы делаете? Вы не созидаете свою веру, вы просто меняете свой образ мышления. Вы берете эту мысль и говорите ее. Вы берете эту мысль и говорите ее. И делая это, вы в результате начнете развивать свою веру. Это часть процесса. Но в основе своей мы поступаем так не поэтому. Мы поступаем так, чтобы наш разум перестал оспаривать Слово Божье и просто не мешал. Берите мысли и говорите. Берите мысли и говорите. Берите мысли и говорите. Берите мысли и говорите. И что происходит? Иисус сказал, что от избытка сердца говорят уста. Ваши уста начнут говорить это, уже даже не задумываясь над этим. Тогда вы уже измените ваш образ мышления насчет этой ситуации. Аллилуйя. И вот что я вам скажу. Это не делается иногда по воскресеньям, то, о чем мы с вами говорим сейчас. Есть миллионы рожденных свыше, прекрасных христиан, которые ходят в церковь каждое воскресенье. Некоторые из них ходят на молитвенные собрания посреди недели. Но они просто верующие, а не ученики. То, что они делают на протяжении недели, не имеет никакого отношения к Слову Божьему. И Слово Божие не имеет никакого отношения к тому, что они делают. Все, что говорит Иисус, все, что Он делает. Каждое слово, которое когда-либо сходило из Его уст, изменяет мою жизнь. И я изменяю свою жизнь, чтобы соответствовать Иисусу, чтобы соответствовать Слову Божьему. И мне безразлично, насколько глупо это выглядит для вас или для кого угодно. В данном случае вы меня не интересуете. Аминь. Потому что я должен прожить свою жизнь перед Богом. Моя работа – проповедовать не о себе. Моя работа и задача – проповедовать об Иисусе. Об Иисусе. Для меня это очень серьезно, что вы думаете о Нем, и что вы верите в отношении Него. Поскольку это мое задание, и это то, что я делаю. Я проведу вас сейчас через этот процесс. Позвольте напомнить вам, что прошло 24 часа с того момента, как Иисус проговорил к смоковнице в 11 главе Евангелия от Марка. В 11 стихе сказано. «И вошел Иисус в Юрусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Иисус проговорил смоковнице, а затем, спустя 24 часа, он снова прошел там». Но первое, что там произошло, и что было очень важно, когда он проходил через храм, то он увидел, какой беспорядок там был. И это могло его очень разозлить. Но он не мог себе этого позволить. Он не сказал ни слова. Он просто прошел через храм, посмотрел на все это, пошел домой и помолился, узнав, что нужно делать. Потому что он за всю свою жизнь ничего не делал без любви Божьей. Кажется, будто все-таки делал, не так ли? Но он пошел туда и разобрался с той ситуацией. Что там происходило? Там меняли деньги. Вам может казаться, что это не имеет такого уж большого значения, если вы не изучите немного и не узнаете об этом. Это вавилонская система фракционного резервного банкинга, которая завела эту страну в нынешнюю ситуацию. Бог никогда не задумывал, чтобы в этой стране была фракционная банковская система, потому что это вообще не является Божьей идеей. Фракционная банковская система подразумевает, что вы можете тратить больше денег, чем имеете. И делает это легальным. Нельзя, поймите меня, нельзя. Я не сказал, что вы не можете, я сказал нельзя. Нельзя брать в долг для того, чтобы выбраться из долгов. Единственное, как в таком случае можно брать в долг, это не рассчитывая вернуть долг. Вы возьмете в долг у одного, заплатите другому и обманете первого. В любом случае, вы поступите нечестно. Вам не обойтись без вранья, поскольку вам придется лгать этому человеку, чтобы взять у него в долг, чтобы заплатить тому. И вот у вас получается бесчестное, нечестивое соглашение. Вы преклоняете колени перед человеком, чтобы получить что-то, что у него есть, и что мы хотим получить. А вместо того, чтобы верить Богу и воспользоваться его путем, чтобы получить это. И вы становитесь рабом взаимодавца. Это и есть фракционная банковская система. Итак, Иисус прошел через тот храм, а потом уже что-то сделал. Он не сказал ни слова. Посмотрите. Он вернулся в Вифанию, прежде чем что-то предпринять. Почему? Вы считаете, Иисус верил Писанию? Да, конечно. Он ссылался на записанное Слово Божье. Он называл Слово Божье мудростью Божьей, верно? Что сказано в Слово Божьем? Главное – мудрость. Нельзя жить в окружающем вас беспорядке, злиться из-за этого и ожидать, что из вас будет течь мудрость Божья. Гнев человека не творит правды Божьей. Мы читали это недавно, не так ли? Итак, Иисус прошел через храм. Вы скажете, но, брат Копланд, разве он не имел мудрость все время? Нет, он должен был получать ее так же, как и вы. Он должен был обращаться к Слову Божьему и верить о мудрости, и получать ее. И он получил мудрость. А на следующее утро он знал, что делать. Он послушался Отца Небесного, пошел туда и избавился от всех банковских дельцов и сборщиков податей, людей, продающих жертвоприношения и тому подобное, наживавшихся на верующих, приходивших со всей округи за много миль. Они сами не могли вести это издалека, все эти жертвы. Поэтому продавцы жульничали, когда люди приходили в храм, поскольку им нужны были эти птицы или животные, чтобы совершить жертвоприношения. «Вы уже здесь, вам нужно это сделать, и я это знаю». А Бог просто избавился от этого. И то, что Иисус знал, что Он должен сделать, сняло с Него все давление. Если посмотреть, что Иисус сделал в то утро, то Он ни разу не отступил от любви. Он просто слушался Отца. Он пошел туда и прогнал ту шайку, цитируя при этом Писание. Но Он не сделал это сразу же. Он подождал ночь, прежде чем вернуться туда. Он проговорил к той смоковнице, затем 24 часа спустя, нет, 12 часов спустя, они проходили мимо, и никто ничего не сказал о дереве. Очевидно, на нем не было никаких повреждений. Но 24 часа спустя та смоковница засохла. То есть это был период в 24 часа. Каким-то образом за этот период дерево испустило дух, его не стало. Почему? Разве Иисус сказал, «Я тебе убью дерево?» Нет. Он просто сказал желаемый конечный результат. И сказал всего один раз. Вас не услышит лучше, если вы будете много говорить. Не говорите ничего, пока ваша вера не будет готова выйти из ваших уст. Посвятите этому время. Возьмите 24 часа. Если Иисусу понадобилось 24 часа, то, вероятно, нам с вами понадобится немного больше. Просто немного побудьте в тишине. Напомните себе Слово Божье. Уделите время и приложите усилия, чтобы укрепиться духом и в своем разуме. Перед тем, как Иисус с нами вступил в битву, ему явился Бог и сказал ему размышлять над его словом день и ночь. Не думай о предстоящей битве. Не думай об опасности. Переключи свой разум на меня, и ты будешь успешен во всех своих делах. И ты увидишь, как исполнить то, что написано. И именно это сделал Иисус в ту ночь. Ученики привлекли его внимание к тому, что смоковница засохла. И он ответил им, имейте веру Божью. Хорошо. Я проведу вас через весь процесс. Я слушаюсь, Господь. Я слушаюсь, Господь. Я слушаюсь, Господь. Ты сказал, имейте веру Божью или же веру в Бога. Я имею веру в Бога. Я слушаюсь, и я имею веру в Бога. Хорошо. Я прочитаю 23 стих. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Я слушаюсь. Я Кеннад Копланд. Я этот, если кто. У меня есть право, согласно Писанию, использовать веру Божью и ожидать результат». Здесь в этом вопросе поставлена точка. «Ибо истинно говорю». Я говорю горе. Горе всего, что в вашей жизни нужно устранить или изменить. Долги. Или же это может быть несколько проблем. Не собирайте их в одну кучу. Они все не являются одной горой. У вас может быть целая цепь гор, с которой вам приходится разбираться в жизни, потому что она создавалась на протяжении какого-то периода, времени, от высокоразвитого неверия. Вы своими словами создали эти горы в своей жизни. Теперь вам придется словами изгнать их оттуда. Ой, это будет трудно. Нет, подождите минутку. Вы воздвигли страхом. Вы устраните их верой. Аллилуйя. Не начинайте применять страх, ожидая, что вам понадобится много времени, чтобы избавиться от этого. Не верьте об этом. Нет, нет. Рассчитывайте на лучший вариант и не сходите с пути. Аллилуйя. Потому что, понимаете, там что-то происходило 24 часа. То, что они не могли видеть. В течение 24 часов проходил невидимый процесс, и он был направлен прямо на корень дерева. Он не поразил листья, он поразил корень, а затем перешел на листья. Так что сила и вера Божья сработают, если только вы не вернете все в прежнее состояние. Они будут продолжать работать. И тогда я, Коннет Копланд, и я этот, если кто, я говорю этой горе. Давайте используем гору долго. Я говорю этой горе долго. Поднимись и ввергнись в море. Но, брат Копланд, почему я должен говорить «в море»? Вы не должны, если вы не хотите получить результат. Мы вкладываем в ваши уста слова Иисуса, а не ваши. Но в этом нет смысла. Сколько раз мне еще это повторять? Мы говорим не о том, чтобы использовать смысл Божий, а о том, чтобы использовать веру Божью. Бог называет несуществующее как существующее. Он не называет существующее как несуществующее. Но почему Он использует выражение «ввергнуть в море»? Что произойдет, если вы переставите гору на другую сторону дороги? Там все равно будет гора. Если вы переставите ее туда или сюда, или туда, или сюда, у вас все равно будет гора. Вы пригоните туда все оборудование, просто удалите эту гору, перенесете ее туда, но она все равно останется. Вы все равно будете смотреть на тот долг, или на болезнь, или на слабость, или на проблемы в семье, или на недостаток денег. Вы все равно будете смотреть на ту гору, с какой бы стороны вы ни смотрели. А эта гора будет снова говорить вам, «А я тут? За тобой ты можешь рассчитывать, что я здесь пробуду долго?» «Да, я здесь». «Мы вместе с компанией «Сирс». «Здесь». «Да». «Мы с Визой здесь». «Привет!» «Я думал, что я выбросил тебя». «Нет, ты просто переставил меня сюда». А Иисус сказал «ввергнуть это в море». Что это означает? Этого не видно, этого нет. И нет никаких очевидных признаков, что это было. Оно совсем исчезло. Аминь. «Поднимись и вернись в море». И вот, что в этом так важно. Кларенс, что если бы я подошел к тебе и сказал, «Кларенс, послушай». «У тебя есть все права использовать веру Божью». Поэтому, если ты скажешь этой горе «Поднимись и вернись в море» и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам твоим, будет тебе, что не скажешь. Ты веришь в это? «Потому говорю вам». Он только что использовал это. «Потому говорю вам». Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Он взял этот библейский принцип, он взял свою веру, свои слова и высвободил это. Думаете, он когда-то забирал свои слова обратно? О, нет. Иисус Христос вчера, сегодня и во веке тот же. Это так же живо сегодня, как и раньше. Может ли это использовать грешник? Безусловно. Вы можете проговорить к этому греху в своей жизни и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ко спасению. Слава Богу. И Он высвободил это в тот день. Аминь. Никогда не забывайте об этом. И не позволяйте дьяволу переубедить вас. Нет, нет. Так сказал Иисус, и я следую Его словам. Я делаю то, что Он сказал. Что ж, давайте обратимся к 11 главе Евангелия от Марка. Я прочитаю 23 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам ему, будет ему, что не скажет. И тогда я, Коннет Копланд, я этот, если кто, я говорю этой горе, давайте используем гору долго, я говорю этой горе долго, «Поднимись и вернись в море». Но слышите не просто свой голос, исходящий из ваших уст. Это Его слова, а не вечные. Он сказал, «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Это вечно. Живое слово живого Бога. Он взял их у своего отца, вложил в свои уста, в свое сердце и проговорил вам. А вы взяли это от Него и вложили в свое сердце, в свои уста. И они несут такую же силу и имеют такой же вес, как и у Бога, когда Он встал и сказал, «Да будет свет!» «Какое слово Бога сильнее другого Его слова?» Нет такого. Поскольку Он никогда не произносил слабых слов. И это Его слова исходят из моих уст, обращаясь непосредственно ко мне. «Да, я слушаюсь, да, я исполняю». Я беру записную книжку и записываю это, проговариваю это, когда читаю. Я желаю быть полностью свободным от этого долга. Но не позволяйте своему уму вмешиваться и начать придумывать, что вы сможете сделать, а что не сможете. «Нет, мы сейчас говорим не ваши слова. Нет, нет. Вы должны перевести свой образ жизни в соответствии со Словом Божьим. А не приводить Слово Божье в соответствии со своим образом жизни или тем, что вы думаете, тем, что вы можете придумать сами. Я желаю быть полностью свободным от этого долга. И я принимаю это сейчас. Иисус сказал, что у меня это будет «Поэтому у меня это будет». Подождите минутку. Вы еще не закончили. Вы должны не только вскочить, записать это желание и сказать «Да, это мое». Нет, подождите. Есть еще 25-й стих. Это самый важный стих в этом отрывке. Слова «Если кто» и 25-й стих «Чрезвычайно важны для нас с вами». Иисус говорит о вере в Бога. И это важно, это важно. Но это тесно связано с другими условиями. Вот здесь. Я не могу поспорить со словами «Если кто». «Ну, брат Коптон, понимаете, здесь говорится лишь о духовной горе». Неужели? Вам нужно рассказать об этом Иисусу, потому что тогда он все напутал в 21-й главе Евангелия от Матфея. Ему следовало бы знать. Жаль, что вы не сказали ему это прежде, чем он допустил здесь такую грубую ошибку. И вам следовало бы сказать об этом мне прежде, чем я вступил в этот миллиардный поток. 21-я глава Евангелия от Матфея, 21-й стих. И Иисус же сказал им ответ. «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, когда стоите на молитве, прощайте». Вера действует любовью. Если вы не делаете этого, тогда все остальные 22-й, 23-й, 24-й стихи тоже не действуют. Но вам придется уделять этому время. И вы должны делать это целенаправленно, как акт воли. А не потому, что вам от этого легче. И не потому, что они сделают или не сделают. Я прощу их, когда они придут и попросят меня об этом. Гора так и останется там. И когда они попросят вас об этом, вы не будете в должном положении, потому что вы просите в ответ. Это не будет акт веры. Вы должны прощать, потому что Иисус сказал прощать. И вам не нужны другие причины. Иисус, главнокомандующий, благословен Бог, нравится вам это или нет, это не имеет значения. Встаньте на вытяжку и скажите, «Да, считайте, это сделано». Я прощаю их верой. Я обращаюсь к первому посланию Иоанна и исповедую это. Я каюсь в этом. Называйте это тем, чем это является. Грехом непрощения. А не вашей социальной проблемой. Это грех непрощения. И просто выплюньте это из своих уст. С этим покончено. Не когда об этом узнал Господь, а когда вы от этого избавились. Аминь. Вы можете себя чувствовать, как побитая собака, в зависимости от того, что вы сделали. Но в Писании сказано, что Бог, будучи верен и праведен, прощает грехи наши, когда мы их исповедуем. Он был бы неверен пред вами и неправеден пред Богом, несправедлив, если бы не простил вас, когда вы это исповедуете, и не очистил бы вас от всякой неправды. Вот к чему мы стремимся. К очищению верой. Не чувствами, не видением, а на основании акта вашей воли. Запишите это и поставьте дату. Затем, через пару недель, вы идете по улице, и вдруг из магазина выходит тот брат. И вы с ним сталкиваетесь. И вдруг у вас на загривке встает шерсть дыбом. Понимаете? О, что этот негодник сказал обо мне? Что он сказал о моей семье? Нет. Господь, я думал, что простил его несколько дней назад. Подождите минутку. Не заваливайте все дело. Не сводите на нет действия веры из-за своих чувств. Вы это сделали. А сейчас вы имеете дело с симптомом греха. Чувства. Вероятно, вы приучили свою плоть испытывать такие чувства по отношению к этому человеку. Та старая обида протягивает руку и хватает вас. Это в вашей душе. Не говорите это и не возвращайте это в свой дух. Нет, нет, нет. Тот брат прощен. Привет, приятель. Как дела? А он пытается вас избежать. Понимаете? Скажите, могу я с тобой поговорить минутку? Он подходит. Скажите, я довольно долго вел себя глупо. Иисус сказал прощать, когда я стою на молитве. И я должен его слушаться. И я хочу тебе кое-что сказать, брат. Конечно, я прошу тебя простить меня. Простишь ты меня или нет, я не буду тебя винить. Даже если не простишь. Но я хочу, чтобы ты знал, что я тебя люблю. И меня ничего не беспокоит, кроме того, что сказал Иисус. Он должен быть совершенно бесчувственным чурбаном, чтобы уйти оттуда, поскольку начнет течь Божья любовь. Но она растопит и вас. Но даже если он и чурбан, и он скажет, я не прощу тебя ни сейчас, ни вообще когда-либо. Скажите, да благословит тебя Бог. И просто идите своим путем. Что произошло? Вы извлекли это из себя. У него был шанс извлечь это из себя. Но то, что он делает сейчас, не должно влиять на вашу молитвенную жизнь. И вы каждый раз молитесь. О Господь, я прощаю. Я не осуждаю. Я прощаю. Слава Богу. Брат Копунт, у меня может уйти пару месяцев на это. Но я его обязательно прощу. Вы не можете ждать два месяца. Иисус сказал, когда стоите на молитве, прощайте. То есть прямо сейчас. Вы можете сделать это прямо сейчас, когда будете стоять здесь на молитве. Запишите в своей записной книжке, там, где вы записывали все остальное. Я прощаю такого-то и такого-то, во имя Иисуса. И никогда не буду вспоминать это снова. Я перекладываю эту заботу на тебя, Иисус. Слава Богу. Что касается меня, я не нахожу в нем вины. Нет. Аминь. И идете по своим делам. Вам не нужно, чтобы непрощение испортило вашу веру. Это опасно. 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 Аминь. Итак, теперь это в действии. Перечитывайте это снова и снова. Эти два стиха. И все, чего не будете просить в молитве. И когда стоите на молитве, прощайте. Проводите время в этом. Та гора, которой вы проговорили, имеет корни. Она не беспричинная гора. В Писании сказано, что не бывает незаслуженного проклятия. Но сатана сделает все от него зависящее, чтобы скрыть это от вас. Поэтому просто молитесь. Скажите, Господь, откроючи моего понимания, я осужу себя перед тобой, и не буду судим с этим миром. Нет, не пытайтесь судить других людей. Не начинайте. Вам не положено судить других. Вам не положено критиковать людей. Поэтому не делайте этого. Удаляйтесь от этого. Прекратите это прямо сейчас. Так почему же этот 25 стих и мудрость так важны, чтобы выкопать эти корни? То дерево начало засыхать с корней. Вы же не хотите коснуться лишь поверхности горы долго. Вы не хотите коснуться лишь поверхности горы болезни и немощи. Все болезни и все немощи, даже не записаны в этой книге закона, принадлежат к проклятию. Я не отрицаю существование болезни. Как сказал Джерри Севелл, я отрицаю ее право существовать в моем теле. Но даже если присутствуют симптомы, они не являются истиной. Это факты. А истина в том, что ранами его я исцелился. Если я буду продолжать исповедовать истину, буду запрещать проблемы и брошу ее в море, буду верить в моем сердце и говорить это своими устами, тогда все, чего не буду просить молитвы, я буду верить, что получу это, и будет мне. И когда я стою на молитве, я прощаю. Теперь я в должном положении. Уходи из моего тела. Я стою на основании Слова Божьего. Я соблюдаю заповедь любви. У тебя нет повода быть в моем теле. Я не ослаблю позицию, пока истина не изменит факт. Говорю вам, обновите свой разум относительно этого, и истина изменит факт. Это самое сильное мышление, которое может быть у человека на земле. Потому что это мысли Бога. Это слова Иисуса, которые мы вкладываем в свои уста. Но, брат Копланд, когда я сегодня проснулся, эта гора все еще была здесь. Если Иисусу понадобилось 24 часа, то у вас это займет, может, 25 часов. Может и нет. Но в любом случае, он уже действует. Аминь. Поэтому не будьте движимы тем, что вы видите, и тем, что вы чувствуете. Нет, нет. По имени Иисуса. В том, что касается меня, дело сделано. Я даже не смотрю туда. Мне не нужно смотреть туда и проверять, исчезла ли проблема. Я так и делал. Мы с Глорией так делали. Я знаю других людей, которые так делали. Вы должны быть честным насчет этого, и вы должны быть очень осторожны к этому. Вы должны быть предельно честным с собой. Не осуждать, а быть честным. Аминь. Допустим, это счет визы, или счет за дом, за машину, что бы то ни было. Или вы можете взять ваши счета. Мы так поступали со всеми счетами, которые у нас были. Мы были должны людям. И они писали нам письма с угрозами. А мы брали эти счета и складывали в выдвижной ящик маленького стола. Он был не больше этой кафедры. Мы складывали все счета туда. Там они лежали. Из банка, тот счет и этот счет. И я выписывал чеки на каждый из тех счетов. Но не будьте настолько неразумными, чтобы сразу отсылать эти чеки, которые не подкреплены какими-либо деньгами. Нет, нет, это мошенничество. Не вера. Но я просто выписывал чеки и складывал их в ящик стола с топкой напротив счетов. Я открывал этот ящик, возлагал на них руки и говорил, «Благодарение Богу, один из этих долгов исчез, брошен в море во имя Иисуса». Посмотри сюда. Я человек свободный от долгов. Я выделяю этот счет. Я обращаюсь к тебе и говорю, «Ты покидаешь мой дом». И так я поступал с каждым счетом, который у меня был. Я отдавал все, что у нас было. Десятину. У вас ничего не остается? Забудьте об этом. Улыбайтесь во весь рот и говорите, «Господь, у тебя здесь есть долг, потому что я, по твоему слову, свободен от долгов». Видишь? Аминь. И меньше, чем через одиннадцать месяцев ящик был пуст. Между проклятием и благословением есть разделяющая стена. Это стена благословения. Это стена, на которую жаловался сатана в случае с Иовом. Ты воздвиг вокруг него и всего, что он имеет, ограду, стену. Ты его благословил. Сатану это сбивало с толку. А также, помните, была стена вокруг земли Гесем. Вы знаете, почему вокруг земли Гесем была стена? Вы же знаете, что на Иосифе было благословение Господне. Понимаете, все члены семьи Иакова были семенем Авраамовым. У каждого из них был доступ к благословению Авраамову. Но они настолько отошли от него. У них вся семья допускала серьезные ошибки. Они совершали всевозможные глупости, которые только можно представить. Тогда еще не было книг. И Бог дал им в семье пророка. Он дал ему два сна. Он дал ему сон, а потом подтверждение сна для того, чтобы они вернулись к благословению Авраамову. Но вместо того, чтобы вернуться, они избавились от пророка. Но он это не оставил. Понимаете, брат Коплан, Бог послал Иосифа в Египет, так как он знал, что там будет голод, и им понадобится пища из Египта. Так все и было. Оставьте свою генетически модифицированную Библию. Уберите в сторону религию. Нет, нет и нет. Благословение пришло в Египет, потому что там был Иосиф. Перечитайте это заново. То же самое произошло с Исааком и Авимилехом. Причиной всего этого было благословение Господне. Оно не только дало плодородные годы, но благословение дало Иосифу план. В какой-то период у Иосифа были в руках все деньги Египта, но деньги не принесли удачи. Затем благословение сделало так, что в его руках были все египетские земли. Какое-то время под его властью была вся территория Египта, и в его власти был весь народ. Каждый человек в Египте попал в подчинение к нему. Не только потому, что у него была власть, но они продавали себя в рабство к нему за еду. Они были его рабами. Но вместо того, чтобы копить это, Иосиф отдавал это все фараону. Он так и поступал. Иосиф сеял. Он не удерживал это. Он сеял. И он становился все сильнее и сильнее. И он продолжал сеять. И на нем было благословение Господню. Где Иосифу, как премьер-министру Египта, даровали в знак благодарности землю, чтобы он там жил? Это была земля Гесем. Иосиф благословил ее, и она оставалась благословенной 400 лет. Это должно заставить вас восклицать во весь голос. Слава Богу. Да. Вокруг земли Гесем была стена. Стена искупления. Христос искупил нас, отделил нас, отсоединил нас от проклятия, чтобы благословение Авраамова могло прийти через Иисуса на язычников. Там была стена. Стена вокруг земли Гесем. Стена благословения. Когда к земле Гесем прилетели песи мухи, они не смогли туда попасть. Они не смогли проникнуть через ту стену благословения. Также к вам не могут проникнуть и бактерии свиного гриппа, и любой вирус, болезни или немощи. Если вы знаете, что делаете относительно этой стены, а не прощая, вы разрушаете эту стену, делаете в ней брешь. Но в этом процессе, который мы совершили, мы вернули ее на место. Аллилуйя. И у меня для вас есть новость. Мы это можем. Сколько из вас уже являются партнерами? Могу я видеть ваши руки? Слава Богу. Вам это будет интересно. По подсчетам, до июня месяца этого года в молитвенный отдел было совершено 342 950 входящих звонков. В среднем это 60 тысяч звонков в месяц при круглосуточной работе отдела. И много впечатляющих результатов. А вот исходящие звонки из нашего служения это один из предметов моей мечты. Я много лет назад начал верить об этом. И их количество растет, слава Богу. У меня на сердце лежит цель как минимум раз в году звонить каждому нашему партнеру по телефону, слава Богу. И за полгода было совершено 153 209 звонков нашим партнерам. А за весь год их будет 350 тысяч. И мы продолжаем совершенствовать телефонную систему. Позвольте мне сказать вам еще вот что. Когда вы сюда звоните, вы не попадаете в молитвенную очередь. Мы не передаем эти звонки куда-то еще только потому, что их слишком много. Нет, нет. Эти люди находятся в Форт-Уорте, штат Техас, в центральном офисе миссии Каната Копланда. И это люди, которые знают, как молиться. Аминь. Если вы уже наш партнер, встаньте, пожалуйста. Я хочу благословить вас, слава Богу. И все, кто верит, что Бог призывает вас стать партнером этого служения, встаньте, пожалуйста. «Отец, я принимаю всех этих партнеров, которых ты призываешь к этому, в это служение, стать партнерами с нами. Я молюсь за них, Отец. Я молюсь за всех них. Отец, если у них есть члены семьи, которые еще не находятся в Царстве Божьем, я прошу тебя, сделай так, чтобы они устремились к Царству Божьему. Пошли делать на их пути со Словом Спасения. О, Господь, мы благодарим тебя за это. Мы воздаем тебе честь и славу. И мы прославляем твое имя за это. Отец, я прошу тебя благословить всех моих партнеров, которые работают на кого-то. Я прошу тебя, благослови их работу, благослови их руки и благослови их разум. Дай им самые блестящие идеи, слава Богу. Самое высокое положение в их компании, организации, так, чтобы они могли уволить всех, кроме них. Поставь их наверху списка, на кандидатуру владельца компании, если на то есть твоя воля. Ты можешь ждать процветания этой компании прямо посреди экономического кризиса. Слава Богу, этот кризис нам не принадлежит. Нам принадлежит благословение Господне, а благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Слава Богу! О Господь, мы прославляем Тебя. Я должен сделать это, и потом я завершу собрание и отпущу вас. Но от меня требуется это на каждом служении в отношении партнеров. Я молился об этом много лет назад. Мы с Глорией приняли причастие и представили это перед Господом. Первое. Мы никогда никого не просим о месте для проповеди. Мы пойдем проповедовать туда, куда скажет нам Бог. Второе. Мы нигде не будем соглашаться на проповедь, исходя из финансового соглашения. И третье. Мы никогда ни у кого не попросим денег, чтобы восполнить наши нужды. И более чем за 45 лет мы с Глорией никогда не приняли пожертвования на наши личные нужды. Нет, нет, мы не собираемся. Мы в этом не нуждаемся. Слава Богу. Нет. Мы сеем. Мы начали, когда у нас нечего было сеять, кроме разве что пуговицы от рубашки. Но Бог верен своему слову. И через несколько месяцев мы добавили четвертый пункт. Мы никогда-никогда больше не будем брать в долг. Вы слышали все эти истории. И Богу пришлось учить нас этому. Мы придерживались этого. И Бог нам помогал. Он тренировал нас и учил нас. Мы ничего еще не знали тогда. Мы многого еще не знаем сейчас. Но это уж мы точно знаем. Аминь. Сегодня я учусь больше, чем когда-либо в своей жизни. Хорошо. А затем мы предстали перед Господом и принесли Ему торжественную клятву, что мы будем поддерживать это служение в чистоте. В чистоте. Отец, я молюсь сегодня об этом вслух. Я делаю посвящение этому сегодня здесь. В присутствии моих партнеров. Мы обновляем это посвящение, поддерживать это служение в чистоте. Чистым на основании Слова Божьего. Никогда не идти на компромисс в этом. Мы не пытаемся подогнать Слово Божье, чтобы оно подходило к нашему образу жизни или к тому, что мы делаем. Мы изменяем свой образ жизни так, чтобы Он соответствовал Слову Божьему. Твое Слово это верховная власть нашей жизни. Во-вторых, мы будем поддерживать это служение чистым финансовым вопросом, свободным от долгов, в целостности. во имя Иисуса. И в-третьих, мы будем хранить Его в чистоте в сексуальном плане, и мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Знаешь, Глория, какое местописание постоянно прокручивалось внутри меня, когда я смотрел свидетельство Консуэла? Это послание к Ефесянам 6,8. Знаешь, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Да, аминь. Цель всей ее жизни это осуществлять то, к чему призвал ее Бог. И она исполняет это, находясь не в благоприятном для этого окружении, не в благоприятных обстоятельствах. Она исполненная Духа Святого, побуждаемая верой, верующая, учит в средней школе, имея все ограничения политкорректности и тому подобного, но она посвящена этому. Она будет это делать, и она будет это делать с улыбкой на лице и с любовью в сердце. И вы видели, как те дети просто висли на ней. И то, что с ней произошло, было не совпадение. Это здорово. Это было благословение Господне, это было переливание через край от Бога. Она приняла решение благословлять других людей, и поэтому Бог благословляет ее по мере того, как она продолжает быть благословением, и в этом вся суть. А наша роль в этом заключалась в том, чтобы помочь научить ее, как жить победоносно, несмотря на все происходящее вокруг. Аминь. Это просто приводит меня в восторг. Да. Аминь. Это здорово, мне нравится это свидетельство. Да. Мы можем многое изменить, каждый может многое изменить. Не ждите, пока Бог одарит вас чем-то, и тогда, только тогда вы решите кое-что сделать. Нет, это так не работает. Не говорите, дай мне огонь и печь, а я положу туда дров. Нет, примите решение и начните давать. Отдавайте свою жизнь так, как отдавал ее Иисус в служении, и тогда это начнет действовать. Это сильно. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвований. И к этому однозначно побуждал нас и побуждает Господь. И мы основываемся на этом месте Писания. Шестая глава послания к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, «Что посеет человек, то и пожнет». Говоря об этом, Он имеет в виду работу человека, его пожертвования и даяния. Он говорит о том, чтобы сеять во что-то. Сеять, чтобы высвобождать свою веру. не только ради себя, но и для работы Божьей. И в этом вся суть. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». И это все описано в пятой главе. «Дела плоти». А «сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот это уже плоды духа в этой же пятой главе. «Делая добро, да не унываем» или «в нашем сиянии». Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть вера, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Итак, кому это обращено? Вернемся к шестому стиху. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Поэтому, Отец Небесный, мы молимся сегодня за эти пожертвования. Открой твоим людям, что ты хочешь, чтобы они сделали со своими финансами в отношении проповеди Евангелия этим служением. А мы воздаем тебе хвалу и благодарение за это. во имя Иисуса. И если вы верите, что Бог призывает вас стоять вместе с нами и сеять в это служение, тогда будьте послушны Ему. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваше пожертвование остается в вашем регионе, в офис которого вы его посылаете. И оно продолжит работу в вашей местности, в вашей жизни, в вашем окружении. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Если вы хотите заказать в нашей книге, воспользуйтесь информацией, которую вы видите на своем экране. Мы так рады, что вы смогли быть сегодня с нами. До встречи. А пока Канет и Глория Копланд напоминают вам, что Иисус Господь. Когда моя дочь пошла в школу, мне нужна была помощь, поскольку я не могла отдать ее в школу в нашем районе, и у меня не было достаточно денег, чтобы переехать. Дебора Мюррей, мать-одиночка, столкнулась с обычной дилеммой. Как выжить, не имея нормального дома, пристойной работы или пособия на ребенка? Дебора была в отчаянии. Я позвонила в администрацию мэра и попросила список агентств, оказывающих помощь. И первой в списке значилась христианская организация работы для женщин Корнерстоун. Существует группа из более чем двухсот церквей и организаций, которые работают вместе, служа бедным. Все началось с видения, которое дал нам Бог 18 лет назад. Тогда мы и начали. Мы узнали, что церковь не принимает участие в жизни малоимущих так, как, по нашему мнению, им следовало бы. Как нам казалось, мы призваны поступать согласно Писанию. И Бог начал формировать это видение организации Корнерстоун. Мы хотели обеспечить людей в церквях необходимыми источниками, специалистами и знаниями. Мы хотели делать то, о чем просил Бог, служить бедным именно в тех общинах, куда привел их Бог. Женщины в организации Корнерстоун проявили большой интерес. Они учили навыкам, необходимым для работы и жизни. Они консультировали и оказывали молитвенную поддержку. Мы вам поможем, но вы должны иметь план. У вас должна быть цель. Это настоящее партнерство между нуждающимся человеком и церквями и организациями в нашей сети. Все зависит от того, насколько те люди желают помочь себе сами. Чем дольше они сами себе помогают, тем более мы готовим помочь. Если у вас проблемы с жильем, они могут обеспечить вас квартирой. Нужно следовать их правилам в планировании бюджета. И больше нельзя брать денег в долг. Вы должны выплатить все долги, и они помогают наставлениями на протяжении двухлетней программы, чтобы вы выяснили, что вы будете делать, как вы будете содержать себя и свою семью после окончания программы. Женщина, наставлявшая меня в моей программе, позвонила мне. Она объяснила мне, что они начинают новую программу. Мы строим домат для клиентов с маленьким доходом, и они могут получить деньги из бюджета города или округа на покупку такого дома, чтобы, переехав туда, они были должны за него не так много, как это было бы по рыночной цене. Они начали предлагать мне разные курсы по изучению ипотеки и других вещей, чтобы я могла принять обоснованное решение, где взять кредит и как выкупить свой дом. Я считаю, что это лучшее свидетельство, которое у нас есть, то, что Кеннет и Глория являются партнерами такой организации, как наша, которая не принадлежит никакой конфессии. Они так же, как и мы, поняли, что если главное — Христос, то нормально, если Бог позднее покажет нам все детали. Благодаря их посвящению 15 лет назад помогать этому служению, мы смогли коснуться жизни тысяч людей, которых мы сами не смогли бы достичь. Я просто хочу поблагодарить вас. Они очень многое изменили в моей жизни и в жизни моей дочери. Я познакомился с миссией Кеннета Копланда через доктора Криса Тунда Джода. Он президент и основатель Международной Церкви Крайст Чепл в Лагосе. По благодати Божьей я стал партнером Кеннета и Глории где-то в 2001 году. И с тех пор все было прекрасно. Они учат вере. Я стараюсь приезжать сюда каждый год. Я каждый год бываю на конференции. И когда они начали учить о Господнем благословении, я как раз переезжал из Лагоса в Абуджу. Я стоял, так сказать, на распутье. Но Господь послужил мне, сказав, «Если ты доверишься мне, я о тебе позабочусь. Я сделал шаг вера. Бог такой замечательный, такой щедрый. Благодаря учениям Кеннета и Глории мой бизнес достиг такого уровня, о котором я даже не мечтал и какой не мог себе даже представить». У Бога есть план дать вам процветание в каждой сфере вашей жизни. И миссия Кеннета Копланда здесь для вас. Семья Кеннета Копланда здесь для того, чтобы поддерживать вас с необходимой информацией, чтобы вы могли преодолевать жизненные трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы сегодня здесь и у вас есть болезни, немощи или что-то не в порядке в вашем теле, то об этом уже позаботились. Вам нужно лишь принять то, что он для вас сделал. А он сам взял на себя ваши болезни. Мы живем в этом мире, но мы не от этого мира. Если вы готовы стоять и верить Богу, то вы можете находиться в эпицентре событий, когда все вокруг вас переживают крах и неудачу, а вы процветаете. Понадобится вера, и вам не должен мешать или останавливать тот факт, что я не вижу, как я могу это сделать. Для меня это слишком. Я не такой человек и так далее. Вы должны сделать шаг вперед и знать, что когда вы это делаете, Бог поможет сделать вам это. Пробудитесь к призыву вести и воспитывать своих детей. Но более того, пробудитесь к ценности Слова Божьего и к тому факту, что в Библии есть все ответы. Учения, предназначенные разрушить тяжесть мёта. Пора нам испытать духовную свободу, которую приобрёл Иисус, и за которую Он заплатил, когда пошёл на крест. Благодаря молитве больные исцеляются. В Библии сказано молиться за больных, молиться за мучеников. Вы с Богом в большинстве. И не поздравите никому ничему внушать, что вы не можете, что это невозможно, что вы недостаточно хороши, недостаточно умны или богаты, потому что у вас внутри всё для этого необходимое. всё дело в милости Божьей. Это всеобъемлющее, жизненная часть Божьей сути. Если у нас нет любви, у нас нет Бога. Можно сказать так. Сияя из победы, победившая депрессию, экономический кризис, сияя из победы, победившая болезни и немощи, сияя из победы, победившая смерть, вера наша, слава Богу. В системе этого мира нет ничего такого, что не могла бы победить вера. От здоровья до богатства, до мира в разуме. Миссия Кеннета Копланда здесь для того, чтобы помочь вам обнаружить, что Слово Божье действует для вас. Вы часто будете слышать это от нас, что миссия Кеннета Копланда здесь для вас. И это не просто какой-то штамп. Мы воспитали так своих детей, что мы живем для наших партнеров. И они росли, думая, «О, наши партнеры это самые замечательные люди, когда-либо жившие на земле». И это правда. И это правда. Аминь. Позвольте мне напомнить, что означает, что мы здесь для вас. Более 45 лет назад Иисус послужил нам, показав пятую главу послания к евреям. «Для вас нужно молоко, а не твердая пища». Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды или праведности, потому что он младенец. Нет ничего неправильного в том, чтобы быть младенцем, но неправильно оставаться младенцем. Аминь. «Вожелайте истинного молока Слова Божьего, с помощью которого вы сможете возрастать». Но здесь говорится о твердой пище Слова Божьего. Вы должны пройти через этот этап молока и перейти на этап твердой пищи. Всякий, питается молоком. Твердая же пища свойственна совершенным или взрослым, зрелым. Четвертая глава послания к Ефесянам. Апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель. К совершению святых, к возрастанию, к зрелости святых. Твердая же пища свойственна совершенным, которые благодаря использованию или тренировке приучили свои физические чувства различать как добро, так и зло. Аминь. Дух, душа и тело оснащены и наделены силой Божьей. В этом суть этого служения. Мы в нем уже более 45 лет. И мы продолжаем придерживаться этого. В этом наша цель. И мы растем. У каждого есть роль в выполнении задания этого служения. Наша семья росла, проповедуя и уча о Евангелии. И это не потому, что этим занимались мама и папа, а потому, что они были призваны. И потому, что мы наставили своих детей на этот путь. Им приходилось так жить, когда они были маленькими. И они это не просто слышали. Они так поступали. Так они получали свои игрушки. Слава Богу. И наше собрание организовывается для вас. Проповедую по телевидению. Я проповедую для партнеров. Это слышат и другие люди. Наше желание в том, чтобы вы возрастали в Господе. И жили в победе. Аллилуйя. Мы хотим, чтобы вы стали партнерами с этим служением. Когда вы об этом помолитесь и поверите всем своим сердцем, что Бог призывает вас быть партнерами, тогда и только тогда сообщите нам об этом. Свяжитесь с нами. И мы вышлем вам партнерский набор. Воспользуйтесь информацией на вашем экране. Мне он очень нравится. И мы хотим, чтобы вы были благословлены. Также я ободряю вас посетить наш сайт в интернете. kcm.org.ua И смотрите наши передачи онлайн. Читайте наши материалы. Их там много. Чтобы помочь вам жить победоносно во Христе Иисусе. Сегодня был хороший день. До завтра. А пока каната Глория Копланд напоминает вам, что Иисус Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова